Мы студенты Черниговского национального технологического университета. Обращаемся к студентам Российской Федерации. Вы так уверены в фактах, происходящих в Украине, хотя находитесь за тысячу километров от нее? Вы говорите, что Россия единая страна, которая борется за демократию. При этом ваших граждан, вышедших на митинги против войны с Украиной, демократично увозят в полицию. Вам говорят, что Россия борется за Украину, но нам не нужно вашей помощи. Мы можем помочь тебе сами. Сегодня Украина переживает сложный период своей жизни. Мы 23 года жили без войны и сейчас хотим того же. Мы украинские студенты, будущее новой Украины. Верим, что в 21 веке все можно решить не с помощью оружия, а с помощью дипломатии. Мы против войны, мы против жертв, мы просто хотим мира. Вы спрашиваете, если Россия агрессор, то почему тогда беженцы бегут в Россию? Возможно, вы еще не знаете, но они также бегут в Польшу, Белоруссию и другие страны по соседству. Они бегут туда, куда быстрее бежать, где есть родственники и возможность укрыться от огня и сохранить свою жизнь. Так как Донбасс приграничная территория, то исторически сложилось, что у многих есть родные именно в России. И глядя на обстоятельства, им не приходится выбирать. Им нужно спасаться. Представьте себя на их месте. Куда вы поверите в случае военных действий? К родственникам или туда, где вас никто не ждет? Если я не люблю Украину, я переезжаю. Если я не люблю США, я переезжаю. Если я не люблю Европу, я переезжаю. Но если я беру оружие, иду захватывать органы государственной власти, я преступник. В любой стране. Попробуйте взять оружие и захватить городскую администрацию вашего города. Объясняй это тем, что вы хотите жить отдельно от московской власти. Что с вами после этого сделают? Объяснять нужно или сами догадаетесь? Переживаете насчет бета на российское телевидение в Украине? А вы пробовали хотя бы иногда сравнивать информацию, предоставляемую российскими и мировыми медиа? Как так получается, что она абсолютно разная? Не задумывались ли вы проверить ваши источники, проанализировать факты, узнать мнение других независимых медиа? В освобожденный Славянск, Мариуполь, Краматорск никто не едет. Картинка неудачная. Спокойная и мирная жизнь с работающими возучреждениями, кафе и ресторанами – это не укладывается в парадигму повсеместного распятия трехлетних мальчиков национальной гвардии. Неужели вы в это верите? Вы спрашиваете, если жители Донбасса, Ватники и Колорады, то почему нельзя отделиться и жить по своим правилам? А почему Кенигсбергу нельзя в Германию? А Курилам в Японию? А федерализацию Сибири почему запрещаете? Проводите референдум? Но нет, вы даже банальный марш за федерализацию Сибири запрещаете. Но в Украине при этом можно, в России нельзя, а в Украине можно. Мы 23 года жили без войны, в то время как вы воевали с Чечнёй, Грузией и Молдовой. Посмотрите на свою страну, оглянитесь на то, что творится с Россией. Вы говорите про гражданскую войну, но мы видим новейшую российскую технику и военные билеты российских офицеров и солдат. Мы за мир, а вы? Субтитры создавал DimaTorzok